Растет в цене. По прогнозам экспертов, с нового года ее стоимость может увеличиться практически на треть. Причина в том, что внутренний рынок по основным породам очень сильно сократился. Так, по сельде в два раза, по лососевым породам на 10%, а по треске на 6%. Пока рыбакам выгоднее торговать с зарубежными партнерами, а не поставлять улов на прилавки отечественных магазинов. Так, например, 93% сельди, которая была выловлена в этом году, отправилась именно на экспорт. Рыба все равно уходит так или иначе на продажи в Юго-Восточную Азию и ряд других стран. Ситуация такая уже сложилась. Цены могут вырасти на другие виды рыбы. Как подчеркивают эксперты, для стимулирования внутренней торговли необходимо упрощать бюрократические процедуры. Сейчас для поставки рыбы на внутренний рынок необходимо оформить весьма большое количество ветеринарных сопроводительных документов. По оценкам экспертов Рыбного Союза, за эти услуги российские рыбные компании платят в сумме около 6 миллиардов рублей. Необходимо повышать меры стимулирования для продажи на внутренний рынок. Необходимо пересчитывать стоимость бюресурса. Везешь ты там, допустим, куда-то там за границу продаешь, реализовываешь. Для тебя как бы свой подход. Реализовываешь на внутреннем рынке свой подход. Сейчас, по данным Росстата, средняя потребительская цена килограмма российской рыбы составляет 88 рублей 20 копеек. Добавлю, что это в несколько раз дешевле, чем импортные аналоги.